Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф. Сегодня речь пойдет о пластике и об его альтернативах. Пластик – надежный и удобный материал, но его использование приводит к серьезным проблемам для окружающей среды. В этом видео мы рассмотрим различные альтернативы пластику и узнаем, чем можно заменить этот вредный материал. Мы погрузимся в мир биоразлагаемых материалов, экобумаги, стекла, металла и многих других удивительных вещей, которые помогут нам сделать нашу планету чище и здоровее. Готовы ли вы открыть для себя новые возможности и сделать шаг навстречу изменениям? Тогда давайте начнем. Эпоха пластика началась в конце 19 века, когда изобретатель Джон Хайят получил патент на новый синтетический материал. В ходе своих экспериментов он стремился разработать искусственные бильярдные шары, чтобы избежать использования драгоценной слоновой кости. В начале 20 века был создан материал «Бакелит», названный в честь его изобретателя Лео Бакеланда. Во время Второй мировой войны спрос на пластмассы значительно вырос, так как из них производились многие детали для авиации, флота и механизированных войск. В гражданской промышленности 40-х годов использование пластика стало настоящим прорывом. Из него начали производить легкие, прочные и доступные предметы быта, которые упрощали повседневную жизнь. Одноразовые пакеты, стаканчики, тарелки, подгузники, соломинки стали широко распространены. Но мало кто задумывался о негативном влиянии пластика на здоровье. Ведь это же так дешево и удобно. Но почему его использование может привести к катастрофе? Существует ли экологическая альтернатива? Сейчас разберемся. В наше время, куда ни глянь, везде пластик. Посуда, игрушки, бытовые принадлежности, отделка домов, техника, контейнеры и мешки для упаковки, а также различные другие изделия стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Согласно имеющимся данным, лишь малая часть пластика подвергается переработке, остальная попадает в мировой океан и загрязняет окружающую среду. Более подробно о загрязнении пластиком и о подводных камнях в сфере переработки вы можете узнать из этого видео. Чтобы понять, сколько вреда приносит пластик, не нужно даже сильно углубляться в эту тему. Достаточно вспомнить, что пластик разлагается от 100 до 1000 лет, а это значит, что все изделия, которые были из него произведены, сейчас находятся на Земле и вокруг нас. Например, на растворение одного полиэтиленового пакета в природе уходит от 200 до 400 лет. Полиэтилен, используемый для производства пакетов, самый производимый и самый выбрасываемый синтетический полимер в мире. При разложении пластик высвобождает метан и этилен, которые являются одним из газов, вызывающих парниковый эффект и способствующих глобальному изменению климата. Естественно, это отражается на экологии и нашем здоровье. При этом с каждым годом выпускается все больше пластика. За последние десятилетия его было произведено больше, чем за последние 100 лет. Человечество уже успело создать более 9 миллиардов тонн разных пластиковых изделий, от ланчбоксов и шариковых ручек до электростолбов и мебели. В основном критику вызывают те пластиковые изделия, у которых короткий срок жизни, прежде всего упаковка. Каждую секунду в мире производят по 20 тысяч новых пластиковых бутылок. И большинство из них после использования попадает на свалку. Это создает действительно огромную проблему, которая влияет на планету со всех сторон. Микропластик есть почти повсюду – в почве, в воздухе, в воде. Синтетические волокна обнаружены в водопроводной воде, бутылочном пиве и арктическом воздухе. Попадает ли микропластик в организм человека? Конечно, вместе с водой и продуктами питания. При этом он негативно влияет на иммунную и эндокринную системы человеческого организма. Если ничего не менять, то человечество попросту утонет в пластиковых отходах. Как же остановить это пластиковое безумие? Какие существуют альтернативы? Сегодня весь мир борется против пластика, но полностью отказаться от него в глобальных масштабах не получится. Что же делать? Ждать катастрофы? Нет, у человечества есть выход – найти экологически чистую альтернативу. Современные борцы за экологию наряду с учеными разрабатывают свои заменители пластика на основе природных материалов. Что же они используют? Грибы. Грибы состоят из множества волокон, которые способны принимать различную форму. Ученые научились выращивать грибы нужной плотности, размера и формы. Грибами заменяют не только пластик, но и множество других материалов. Кожу, резину и пробку. Вещи, сделанные из грибов, получаются прочными, огнестойкими и полностью биоразлагаемыми. Картофельный крахмаль. Как бы странно ни звучало, но крахмалистые остатки от производства чипсов и картофеля фри отлично подходят для изготовления материала на замену пластиковых пакетов. В сочетании с другими соединениями картофельный крахмал образует подобное полиуретану вещество. Пакеты из крахмала являются биоразлагаемыми и не вредят окружающей среде. Маниок. Это пищевое клубнеплодное тропическое растение растет в Азии. Маниок отлично переносит неблагоприятные условия, дает хорошее урожай и его употребляют в пищу. Теперь ученые придумали новый способ использования растения. В сочетании с растительным маслом и смолами исследователи создают из него экологически чистый материал, идентичный пластику по своим свойствам. Он может стать компостированной альтернативой, которая разлагается всего лишь в течение нескольких месяцев. Трава, солома и стебли кукурузы. Из этих материалов фактически сельскохозяйственных отходов также создают альтернативу пластиковой упаковке. Технология подразумевает, что растительные волокна пшеничной соломы, травы или кукурузных стеблей разминаются и прессуются в неглубокие лотки, похожие на пластиковые, которые сейчас делают из вспененного полистирола. Эти отходы используются в качестве корма для животных, но обычно их образуется больше, чем животные могут съесть. А так как весь мир сейчас отчаянно ищет альтернативу одноразовому пластику и думает, как разработать альтернативные многоразовые системы, доставки продукции потребителям. Такая переработка органических отходов с производством упаковки, которую потом можно собрать на компостирование, может иметь перспективу. Бумага. Супермаркеты, обычные магазины и даже модные бутики перешли от использования полиэтиленовых пакетов к бумажным. Функциональные и эстетические бумажные пакеты научились упаковывать даже то, что казалось невозможным – жидкость. Да-да, сегодня уже и молоко, и вино, и даже вода могут быть помещены в упаковку из бумажного биоразлагаемого материала. Как видите, альтернатива есть, и ученые продолжают активно работать в этом направлении. Да, пока это дорого, неудобно и недолговечно, но, возможно, вскоре все изменится. Уже не первый год борцы за экологию призывают нас отказаться от пластика, пока планета не превратилась в свалку. Однако, согласно исследованию, которое провели шотландские ученые в 2018 году, избавиться от пластика полностью скорее нельзя, чем можно. Ну а если такое возможно, все имеет свою цену. По мнению экспертов, запрет или резкое сокращение пластиковой продукции может привести к увеличению использования продуктов из других материалов, например, металла или стекла. Эти другие материалы потребуют значительно большего количества энергии и ресурсов для своего производства. Ученые подчеркивают, что нужно быть более дальновидными и для начала обеспечить замену пластика теми материалами, которые лучше подойдут планете, а уже потом отказываться. Ученые подчеркнули, что пластик – не единственный мусор на Земле. Планету захламляет и металл, и бумага, и стекло. И если пластик разлагается в среднем 400 лет, то, например, алюминий около 500, а стекло – и вообще более 1000 лет. Менять шило на мыло – не самый лучший выход. Поэтому экологи, биологи и производители полимерной продукции пришли к выводу, что полностью избавиться от пластика в настоящее время невозможно. Для большинства пластиковых изделий попросту еще не найдена достойная альтернатива, как, например, для технических жидкостей и пищевых продуктов. По эксплуатационным показателям, пластиковая тара значительно превосходит другие виды упаковки. Пластиковые бутылки прочные, устойчивые к ударам, мало весят, а для их изготовления и транспортировки не требуется дополнительных затрат. Но как решить проблему переизбытка отходов и загрязнения окружающей среды? Ответ лежит на поверхности – использовать PET-бутылки. Тара из полиэтилен-терифталата – очень прочная, гибкая и, самое главное, наиболее экологичная и безопасная. Такие бутылки подходят для многоразового применения и подлежат полной переработке в процессе утилизации. Но все же полиэтилен-терифталат – это тот же пластик, изделие из которого нуждаются в грамотной сортировке и переработке. Пока ученые ломают голову над созданием экологичного заменителя пластика, мы можем начать изменения с себя, а точнее – из своего дома. Ничего глобального придумывать не надо, просто замените часто используемые пластиковые предметы экологичными аналогами. И первое, что приходит в голову – это сумка для покупок. Каждый день мы покупаем еду, относим ее домой и выбрасываем упаковку и пакеты. Даже так называемые биоразлагаемые пакеты – это пластик, который разлагается гораздо быстрее, но его микрочастицы остаются в атмосфере. Попробуйте заменить привычные кульки и пакеты на авоськи, хлопчатобумажные шопперы или рюкзаки. Для весового товара можно приобрести тканевые мешочки или сетки. В них можно класть овощи и фрукты, чтобы дома не выбрасывать еще несколько упаковок. Откажитесь от пищевой пленки, которой закрываете тарелки с едой и пластиковых контейнеров. Хорошей и долговечной альтернативой станут коробки для еды из нержавеющей стали или стеклянные контейнеры. В них продукты не будут впитывать посторонние запахи и сохранят свои полезные свойства. Сэкономьте на постоянной покупке воды в пластиковых бутылках, купите многоразовую бутылку для питья. Металлическая фляга прослужит долго и не будет придавать чистой воде привкус пластика. А наполнять ее вы можете дома, на работе или на улице в специальном автомате. Если будете готовить коктейль, вместо пластиковых возьмите соломинки из стебля тростника и ржи или многоразовые соломинки из нержавеющей стали. Или вовсе откажитесь от трубочек и пейте прямо из стакана. Ведь соломинки – это огромное количество пластика, без которого можно было бы обойтись. Теперь загляните в свою ванную комнату. Поменяйте пластиковую зубную щетку на бамбуковую. Бамбуковая щетка в 100 раз быстрее разлагается и при этом является качественным экопродуктом. Та же история с ватными палочками. Выбирайте бамбуковые. Вместо одноразовых влажных салфеток обратите внимание на антибактериальный гель. Маленький флакон займет меньше места по сравнению с упаковкой салфеток. Одной капли антисептика будет достаточно для дезинфекции, и его вам точно хватит на несколько недель. И это далеко не полный список предметов, которые можно заменить более экологичными аналогами. Да, это немного, но крайне важно. Прежде всего, это осознанный вклад в экологию. Дальше можно продолжить в том же духе. Начать сортировать свой мусор, изучить, как происходит процесс переработки, пожертвовать на развитие экологических стартапов, поддержать инициативу уборки пляжей и парков. Все в ваших руках. Поэтому, если прямо сегодня мы не можем полностью избавиться от пластика, то давайте хотя бы ограничим его потребление и начнем пользоваться более экологичными альтернативами. Маленькие и несложные шаги навстречу осознанному потреблению помогут сделать нашу планету чуть чище. Ведь это наше с вами здоровье. Делитесь с нами в комментариях, можете ли вы минимизировать пластик в своем быту, какими лайфхаками пользуетесь и ощущаете ли вы дискомфорт, заменяя пластиковые предметы на более экологичные аналоги. Нам будет интересно узнать вашу позицию.